Всем привет! Меня зовут Ева Ревтова, я приветствую вас на канале AromaCode. Сегодня у нас обзор французского нишевого бренда Parfums de Marley. Я расскажу про 7 ароматов, 4 из которых женских и 3 мужские. Это самые топовые, стойкие, шлейфовые и комплементарные ароматы в коллекции бренда. Подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Бренд основан в 2009 году Жильеном Шпрехером, чья любовь к парфюмерии была передана его отцом. Креативный парфюм de Marley отражает современный утонченный образ жизни, но при этом и оформление ароматы соответствует наследию и кодексу французского двора 18 века. В царствовании Людовика XV двор даже назывался ароматным. Каждый аромат достигал какого-то своего совершенства и пика. Придворные даже имели свои собственные ароматные погреба в собственных домах, что, конечно же, позволяло им составлять огромное количество композиций и доводить их до совершенства. В 1743 году Людовик XV в честь своего прапрадеда Людовика XIV приказывает внести что-то новое в окрестности столь любимого его великим предком Шато де Марли. И в честь этого известный скульптор Гиом Кусту создает прекрасные скульптурные композиции укротители коней, известные как кони Марли. Сейчас эти скульптуры украшают Елисейские поля в Париже. В то время Версаль славился своими великолепными конюшнями, в которых содержали породистых лошадей. Известно, что на сегодняшний день 90% самых дорогих породистых лошадей принадлежат к династии тех самых лошадей, выращенных в конюшнях Людовика XV. Сегодня парфюм с де Марли возрождает память о тех прекрасных временах, о богатстве, о роскоши двора, о дикой природе великолепных животных. И все названия парфюмов относятся либо к личкам, либо породам самых интересных и самых известных обитателей придворных конюшен. За историю существования бренда было выпущено более 30 ароматов. На сегодняшний день постоянная коллекция содержит более 20 ароматов. Они очень разные, и мы сегодня обсудим 7 ароматов. Аромат Делина. Выпущен в 2017 году парфюмер Квентин Биш. Делина самый известный аромат у парфюм с де Марли. И неудивительно, что на него уже выпущено 2 фланкера. Гурманский Делина Эксклюзив и свежий Делина Ларзи. Парфюмер Квентин Биш – это тот самый человек, кто создал уже легендарный флёр-наркотик. Он работает в Живодан. Они так любят пионы. И создали ту самую Питалию, которая всех покорила. И здесь тоже, естественно, центральные ноты. Это турецкая роза, бергамот, личи и пион. Но вот здесь как раз пиона меньше, если, например, сравнивать с флёр-наркотик. И для меня вот это более интересный аромат флёр-наркотик. Он такой привязчивый, надоедливый. Вот этот он всё-таки более лёгкий, не липучий, он не превращается в какую-то слишком сладкую вату и вот что-то такое. Всё-таки деревяшки спасают здесь и спасает тот самый чуть-чуть вот есть кислинка личи. По крайней мере, на мой нос абсолютно так. В базе белый мускус, кашмиран, ладан и ваниль. Ладана, честно говоря, я не слышу на всём протяжении звучания аромата. Я тестировала его дома, брызнула на блотер, положила его на комод и занималась своими делами. И вечером я отчётливо слышала аромат, он просто распространился на полкомнаты. Поэтому это очень шлейфовый, очень стойкий аромат. Вот он достаточно лёгкий, мне кажется, именно поэтому выпустили более сильный, более сладкий фланкер Adelina Exclusive. О нём тоже поговорим. Вот этот аромат, мне кажется, идеален на весну и вообще на любое время года, потому что он достаточно лёгкий, как я уже сказала, он комплементарный, при этом он стойкий и шлейфовый. Аромат Adelina Exclusive выпущен в 2018 году. Это тот самый фланкер знаменитой Adelina, парфюмер Quentin Beach. И как я уже сказала, Adelina Exclusive это более гурманская версия Adelina. Вот тем, кому не хватало какой-то сладости, глубины и плотности в обычной Adelina, попробуйте Adelina Exclusive. По мне он более гурманский, он напоминает сладость восточную бурфи, она называется. Вот по мне она очень сладкая, и вот это что-то похожее. Здесь тоже есть бергамот и личи, но верхний нот ещё добавлен на груши. Я, например, её не слышу, на мой нос её нет, но зато я отчётливо слышу какую-то вот сладость, чуть ли не сгущёнку или топлёное молоко. По крайней мере, на мой нос это так, или какая-то нуга, что-то такое. Турецкая роза, конечно же, здесь тоже есть. Ladin, ud, амбра и ваниль. Уд, если сравнивать его с удом от манталя или что-то подобное, ничего похожего нет. Уд здесь очень деликатный, совершенно не душит, не давит. Здесь именно сладость. Вот всё, что я слышу, сладость, цветочная сладость. Это роза или, знаете, конфитюр из розы или вот что-то такое. То есть роза, которая сгущена до какого-то мармелада. Шлейф у Delina Exclusive такой, что хочется назвать его вечным. Он дальше вытянуты руки, дальше двух метров. И, как я уже сказала, вот просто Delina заполнила всю мою комнату. Здесь, я думаю, будет то же самое. И шлейф очень-очень такой объёмный. Аромат вообще очень плотный, густой, объёмный. Он требует микронанесения и требует ветра. То есть нужна такая ветреная погода. Для офиса однозначно нет, потому что он всех просто задушит вокруг. Но для прогулок, для улицы шикарный аромат. И в шлейфе больше роз. А ближе к коже те самые сладкие, лакомые ноты. Аромат Кассилии, выпущен в 2019 году, относится к группе Восточные Цветочные. Над этим релизом работали тоже парфюмеры компании Живодан. На этот раз Калис Бейкер и Нанако Оги. И они говорят, что задача была не из лёгких. На одно только создание свежей, натуральной, деликатной сливовой ноты у них ушло около пяти лет. Не знаю, насколько это правда или нет. Возможно, очередная парфюмерная легенда, но почему нет. Вот это мой самый любимый аромат в коллекции Parfums de Marley. Потому что он самый деликатный, свежий, ненавязчивый, вообще неудушающий. Он действительно с лёгкой кислинкой. Цветочный аромат с лёгкой кислинкой. Вот так бы я его описала. И он очень приятный. При этом кремовый, шлейфовый и нежный. Вот сюда как раз добавлены петалия, та самая, которую изобрели в недрах концерна Живадан. Поэтому пионов здесь куча. Но здесь есть ещё слива, мимоза и франжипани в средних нотах. А также белые цветы, болгарская роза и красная смородина, сандал, ваниль. В общем, всё самое прекрасное. И это делает аромат достаточно ладно скроенным. Он цельный получился. И он не удушающий, а вот именно кремовый, сливочный. Очень приятный и нежный. Мне кажется, его цвет полностью отражает его внутреннее содержание. Наиболее лёгкий из всех ароматов Parfums de Marley, которые мне встречались. Ну, может быть, ещё Миллиора по лёгкости похожи. Её тоже обсудим. Поэтому он очень женственный. Подойдёт для любого случая, для любого времени года. Миллиора от Parfums de Marley, выпущенный в 2012 году. Достаточно ранний по сравнению с предыдущими ароматами. Год выпуска парфюмер Натали Лорсен. Этот аромат посвящен английской кобыле, которая стала прародительницей породистых скаковых лошадей герцога Камберленского. Это тоже достаточно деликатный аромат. Малина, чёрная смородина, иланг-иланг, древесные ноты. Лёгкий. По мне здесь мало цветов. Здесь ещё есть лилия. Но при этом вот цветы не удушающие. Иланг-иланг тоже очень-очень деликатно. С лёгкой такой свежестью, не слишком липучий, потому что иногда иланг-иланг, он прям приторно-сладкий. Вот этот аромат идеален для тех, кому нравятся стойкие ароматы, но с коротким шлейфом. Вот здесь короткий шлейф, при этом аромат в меру сладкий, в меру свежий. Очень деликатный, очень женственный. Поэтому, если вам нравятся цветочные ароматы с тонким изысканным шлейфом, попробуйте, этот обязательно зайдёт. Итак, мы переходим к мужским ароматам. И первый аромат называется Седли. Выпущен он в 2019 году. Парфюмеры Оливье Кресп и Хамид Мирати Кашани. Я уже обещала рассказать про три аромата, и именно эти три аромата находятся на первых позициях не только на нашем сайте, но и на сайте Parfums de Marley. То есть, вот эти три скаковых, так скажем, обскакали вообще всех. Они покорили всех мужчин. И вот здесь создаётся лёгкое цитрусовое настроение, свежее. При этом, вот знаете, скажем так, свежее, но не свежак, вот такой какой-то похожий на, не знаю, что-то очень грубо мужское. Вот здесь как раз изысканно благородно и очень натуралистично звучат цитрусовые ноты. Здесь очень необычное сочетание цитрусовых нот с мятой. Здесь есть всё, что нужно для того, чтобы поднять настроение. И бергамот, и мандарин, лимон, мята, при этом здесь есть и розмарин, и лаванда, и либанум, в общем, куча нот. Аромат, сандал в том числе, который, конечно же, здесь есть амбароксан. То есть всё, чтобы сделать аромат притягательным, при этом натуральным и очень таким, я бы сказала, что это богатое звучание. И действительно натуральное, потому что очень часто цитрусы замыливают и уходят вот прям в такое химозное неприятное звучание. Здесь такого нет. Аромат очень стойкий, шлейфовый. Если вы поклонник цитрусовых ароматов, вот здесь нет сладости. Такой слишком сладкость. То есть цитрусы имеют чуть-чуть горчинку, при этом сандал сглаживает, даёт кремовость. То есть стойкий, богатый аромат для тех, кто любит цитрусовые. Очень шлейфовый, поэтому подойдёт на весну идеально. Аромат Лейтон выпущен в 2016 году, парфюмер Мирати Кошани. Кстати, все три мужских аромата, которые входят в топ, сделаны одним парфюмером. Это именно Хамид Мирати Кошани. В верхних нотах здесь содержится яблоко и мандарин. Это очень-очень необычно. Также здесь есть лаванда, герань, перец лиспачули. Вот для меня этот аромат не раскладывается на нот. Я уже, естественно, его пробовала и разнашивала. Что о нём говорят? Вот для меня на мой нос, как всегда, личное ольфакторное восприятие. Это тёмный аромат, вечерний, прохладный, какой-то тёмной ночью. Мне кажется, даже сам цвет флакона отражает то, что в нём содержится. Вот для меня это про деревяшки, про сандал, про перец, возможно, где-то герань. То есть это такой прохладный, тёмный, классный мужской аромат. Кто-то говорит, вот на чей-то нос, что он слишком давит ванилью, что он звучит яблоками с корицей. Я ничего подобного не чувствую, поэтому вот этот аромат, ну не зря он входит в топ. Но всё же я не советовала бы брать без затеста. Поносите и поймите, как на вашей коже раскроется, потому что вот для меня на блоттере он звучит великолепно. И вот мне бы хотелось, чтобы мой мужчина носил такой аромат. Парфюм, как и все ароматы от Parfums de Marley, стойкий, шлейфовый. И шлейф дальше вытянутой руки однозначно. Но шлейф очень изысканный, никого не задушит, никому не помешает. В ветреную погоду, в вечернюю погоду, как я уже сказала, для меня это ночной, вечерний, прохладный аромат. И вот на мой взгляд он просто идеальный на весну, вот самое время его это сейчас. Аромат Percival выпущен в 2018 году, принадлежит группе цитрусовый фужерный парфюмер Хамид Мирати Кошани. Здесь очень много нот, я совершенно не берусь их перечислять. Что важно, вот красной нитью по всем трём мужским ароматам, которые входят в топ, это герань, лаванда, корица, жасмин, вот что-то такое добавляют постоянно, деревяшки. Вот этот аромат, он для меня больше холодный, то есть вот необычный для парфюмс Де Марли как раз фужер, потому что он такой более холодный и по мне очень ладно скроен. Парфюмер говорит о том, что вот много нот, очень много оттенков, очень много сочетаний нот, они как раз для того, чтобы композиция получилась объемная, чтобы она звучала дорого, интересно, необычно, и вот переливалась в течение дня разными тонами, ну у них это действительно получилось. Аромат получился заметным, с хвойными оттенками, цитрусовый, я слышу и корицу, и деревяшки, но при этом он восточный, не удушающе восточный, а вот именно с такой какой-то особой восточной культурой, с восточным подтекстом, плотный и густой, идеален для, опять же, прохладного времени года, но мне кажется, что в теплую погоду обязательно попробуйте его летом. Хвойные оттенки здесь есть абсолют пихтового бальзама, они раскроются теплой ароматной смолой, и что сделает аромат еще более густым и интересным. Здесь очень много специй, это перец, в том числе здесь есть гераня, фиалка, то есть все такое, что немного щекочет нос, при этом за счет того, что здесь есть бобы тонко, вот все это очень смягчается, для меня здесь есть шоколадный подтон, и вот этот аромат я бы тоже советовала пробовать, поносить, потому что очень много нот, и совершенно непонятно, нельзя сказать заранее, какая нота больше проявится на вас, какую решит ваша кожа выделить. Аромат однозначно для кожи, но и на одежде он будет звучать, я уверена, больше суток, возможно и дальше. Он, кстати, не пачкает одежду, он абсолютно прозрачный. Сегодня мы поговорили о французском нишевом бренде Parfums de Marley, я рассказала про 7 ароматов, каждый сможет найти на свой вкус, но даже если вам не нравятся эти 7, то в портфеле марки более 20 ароматов, поэтому вы точно подберете для себя что-то особенное. На нашем сайте aromaco.ru вы можете заказать пробную версию любого аромата, поносить и понять, насколько он подходит именно вам. На сегодня это все, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok